Всем привет! С вами Саша Катунин, а это новый выпуск Катун Нетворк. Многие из нас еще с самого нашего детства слышали страшилку о том, что нельзя запивать еду водой. Вообще это очень древние рекомендации. В Аюрведе было записано, что если человек хочет сохранить здоровье и молодость в течение длительного времени, то он должен отдельно кушать, отдельно запивать. Правда ли это? Давайте разбираться. Забивая водой, вы просто-напросто обманываете организм и не запускаете процесс пищеварения. Итак, как же происходит наше пищеварение? Начинается оно с того, что во время пережевывания наши слюнные железы начинают активно выделять слюну, которая размягчает еду. В желудке еда смешивается с желудочным соком, превращаясь в мягкое пюре. Далее это пюре, которое на самом деле называется химус, попадает в тонкий кишечник, где и происходит основная часть пищеварения. Ферменты поджелудочной железы и желчи с печени расщепляют пищу на питательные вещества, которые всасываются нашим организмом. Далее остатки уходят в толстый кишечник, где происходит финальная обработка и всасывание веществ и после покидают наш организм. Весь процесс пищеварения может занимать от 24 до 72 часов. Вода быстрее переваривается, чем еда. И если пить во время еды, то, как говорит наш гуру Аюрведа, она еду подгонит и та плохо переварится. Выпитая вода во время еды никаким образом не влияет на скорость усвоения твердых продуктов. Более того, она помогает желудку расщеплять крупные куски пищи и двигаться плавно по ЖКТ, препятствуя возникновению запоров и вздутия живота. Вода разбавляет желудочный сок. Ну это же и идиоту понятно. Запивая еду водой, вы разжижаете желудочный сок и нарушаете пищеварение. Наш желудок выделяет пищеварительные соки в процессе пищеварения. И он подстраивается под каждый отдельный прием пищи, количество еды и воды в нем, чтобы химус был нужной консистенции. Так что вода при всем своем желании не способна разбавить желудочный сок. Но если те сейчас, особенно среди блогеров некоторых умников, начинается такая пропаганда, что это можно пить, запивать, никаких проблем нет. Я сейчас поясню, чтобы никто вас не мог обмануть, чтобы вы понимали, почему все-таки нельзя. Представьте, если вы пьете до еды, вы разбавляете эту концентрацию и фермента пепсина, и кислоты, то есть более щелочная среда создаются, и барьера инфекционного, вот этого антиинфекционного уже не будет в той мере, в какой было бы, если бы мы по природе бы действовали. Более того, желудок сам выделяет воду вместе с желудочным соком для улучшения пищеварения. Выпиваемая в процессе трапезы вода растягивает и без того увеличенный после получения пищи желудок. А чем он больше, тем больше в него способно поместиться. Вот так вот незаметно для вас растут порции пищи и, соответственно, цифра на весах, к сожалению. Э, да, это правда, из-за воды во время еды мы толстеем. Во-первых, наш желудок эластичен, он как растягивается, так и с тем же успехом назад стягивается. Во-вторых, вода увеличивает объем еды, соответственно, предотвращает переедание, что как раз полезно худеющим, а не наоборот. Но только если пить во время еды воду, а не сок или сладкую газировку. Вода просто берет и смывает все полезные витамины с еды в нашем животе. И даже если есть витамин С для повышения иммунитета, все равно не поможет. Вода просто возьмет и все смоет. Так что витамин С лучше не запивать водой, чтобы не смыло повышение иммунитета. В нашем с вами тонком кишечнике есть так называемые карманы для хранения воды. Во время пищеварения вода не льется водопадом по пищеводу, смывая все на своем пути, а постепенно поступает в желудок, не влияя на работу ферментов, концентрацию желудочного сока и получение нашим организмом питательных веществ. Поэтому эта привычка губительна. Настоятельно рекомендую не делать так. За 30 минут до еды и через 2 часа после еды только можно кушать. Потому что еда через 2 часа только более-менее переваривается, смотря что вы скушали. И потом уже можно пить воду, желательно воду. Чай нужно отучиться пить с тортом, с печеньями. Единственные люди, которым не рекомендуется пить воду во время еды, это люди, страдающие изжогой. И кстати, это я. Нам это грозит кислотным рефлюксом. Всем же остальным пейте воду, когда захотите, до, сразу после или во время еды. Это не несет за собой никакого мифического вреда, а наоборот приносит пользу. Но тут главное пить воду только когда хочется. А не исходя из каких-то странных дневных норм. Но об этом подробнее в другом ролике. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если да, то обязательно поделитесь им с друзьями и подписывайтесь на мой канал. До встречи!